Блокпост сегодня около часа дня. На двух столбах на каждой дороге стоит блокпост. Стоят парни, готовы останавливать машину здесь, в центре блокпоста. Блокпост постановленный, стациональный, есть пульт обогрева, то есть палатка, есть спальные мешки, горячий чай, волонтеры подвозят еду. Парням привезли бутербродов с дельниканом. То есть все организации сокрусовали это между собой. Вообще планируются все выезды перекрыть или только основные? Основные выезда. И у нас есть опергруппа, которая сейчас катается на машинах по области. Это люди из разных организаций патриотических, одесских. И просматривают стоянки, посматривают тут упаковые трассы с целью выявления спрятавшихся там российских полков. Сейчас мы бессрочно будем делать блокаду для того, чтобы присоединиться к общей всеукраинской акции. Как всегда общественная организация, как всегда гражданское, активное гражданское общество само начинает делать то, что не хочет делать правительство. Каждый раз мы напоминаем, что у нас идет война, что у нас есть страна-агрессор. Здесь не может быть такого базара. А, куча набежала. Нет, мы четко определили, кто сколько и количество людей и определенные функции, что они должны делать. Все должно быть в рамках закона. Мало еще можно стоять. Может кому-то валерьянка понадобится. А кроме тебя есть еще парамедики? Ребята, чтоб крылосуточно будет? Да, есть тоже с сумками медицинскими. Два спостережних пункти с мобильными группами стоять біля Кучурган. Один и другий стоять на въезді до Ведеополя на кольце, чтобы так само моніторить ситуацию и нести чергування спільно с представниками ДАІ, для того, чтобы были законные подставки зупиняти транспорт РФ вантажный. И так само еще впродовж вечера сьогодні выставиться еще на декольких ключевых направлениях пункти с постережением. Про них на камеру не буду, потому что это сюрприз для российских великобійників. Мы будем заниматься блокадой. До тех пор, пока это, по-перше, матим эффективность. Тобто, если мы будем моніторить и спостережать, что правоохорона, система нормально выполняет свои функции, так само ДПСУ, Держприкордонная служба, то не будет необходимости в пунктах громадского контроля. Знаете, если мы будем идти на принцип, чтобы не накалять ситуацию, то мы должны быть на фронте, то мы должны были не организовать блокаду Крима, ну и так далее, и тому подобное. Соответственно, ну, тогда мы можем сразу заявить, что мы прекращаем любую деятельность и борьбу, как на Сходе, так и на территориях нашей страны. И, ну, я не вижу тогда сенсу взагалі в любой борьбе, в любой деятельности, если уже так думать. Мы оказываем, в принципе, со своей стороны, ну, скажем, содействие, а самое главное, недопущение создания конфликтных ситуаций. Выработали такую ситуацию, вот подсказывают наши сотрудники о том, что, опять же, те же общественники-активисты указывают на движение фуры, указывают на наличие в указанном автомобиле, том или ином, наличие запрещенного к перевозу, запрещенных перевозу предметов, оружия. Не реагировать на указанные случаи мы не можем. Поэтому, естественно, сотрудники останавливают, корректно изъявляют требования в связи с чем была произведена остановка данных автомобилей. И таким образом, все-таки, мы мягко сглаживаем конфликт и соблюдаем публичную безопасность в данной акции. Субтитры создавал DimaTorzok